Дружным и уверенным строем шагают кадеты губернаторского автомобильно-электромеханического техникума. У них настоящий праздник. К ребятам в гости из Саратова впервые приехали сотрудники научно-производственного предприятия «Салитон», представители ООО «Полигон», а также члены боевого братства и военно-технического общества. Привезли они с собой необычную технику, бронированную разведывательно-дозорную машину, модифицированное оружие и автомобиль с максимальной проходимостью «Волкодав», который имеет функцию двойного назначения, может двигаться как по бездорожью, так и по обычным дорогам. В конце построения ввели функции два нового назначения, то есть «Волкодав» можно двигаться по дорогам, общего пользования на БТРовских колесах, они для нас маленькие, мы сейчас на них приехали. А по полной бездорожью это колеса 1300 размером высота, это примерно вот так, и 700, это примерно вот так. А все не знают кадеты про оружие. Это проверили сотрудники полигона, которые привезли показать и пистолет-пулемет Шпагины, и ручной пулемет Дегтярева, и автомат Калашникова. Ребята открыли много интересных фактов про стрельковое оружие, и заодно продемонстрировали свои знания. Когда было поставлено вооружение? В 1930-м году. Что его объединяет с ППШ? Не просто калибр патрона, а именно патрон. Кадеты не только посмотрели на оружие, но и постреляли из него. Куда же без практики. Под руководством гостей студенты прекрасно освоили стрельбу. Уверенный плавный нажатий на спусковой крючок, и вот звук выстрела разносится по всей округе. И всегда же дается такая возможность пострелять из оружия. Нужно проводить такие мероприятия. Пученьки должны знать, как выглядит военное оборудование, также оружие. Между группами, всего техникума проводят соревнования, где, так сказать, идет многоборие. Сборка-разборка автомата, надевание противогазов, надевание узака, и много еще других упражнений. Сотрудники производства рассказали кадетам про Бардея. И даже разрешили вместе с ними проехать на ней по стадиону. Ощущение брони, мощь, изучение внутреннего механизма бардака. Благодаря этому студенты ГМТ почувствовали себя будущими солдатами. Мы, конечно, не все выполнили, что хотели. То есть у нас программа была бы, конечно, более обширная. Но дело в том, что погода немножко не позволяет. В следующий раз мы подъедем, когда уже будет более согласованное действие в этом плане. С погодой договоримся. Будет поцеплее, травка будет зелененькая. Ну а то, что мы договорились, показывает, что мы будем дружить. Теперь ребята будут с нетерпением ждать следующей встречи с организациями. Да и сотрудники предприятия пригласили кадетов в гости, чтобы они смогли своими глазами увидеть множество военных спецтехники. Студенты ГМТ отважные, смелые и всегда готовые служить Родине. И это видно по их интересу к военному делу. Спасибо. Спасибо.